Меня зовут Тутов Артём Александрович, повторюсь. Начал заниматься сельским хозяйством я с 2021 года. Ранее руководителем был мой отец, Алексей Градькович. С культурой чечевицы мы столкнулись с моим агрономом. Не то чтобы случайно, семена купил тогда ещё мой отец. Не для меня, не для агронома данная культура была совершенно неизвестна. Но мы попробовали и рискнули. Рискнули и по сей день мы занимаемся данным направлением и ни в коем случае не планируем бросать. А далее хотелось бы немножко поподробнее. Мы в пользу чечевицы отказались в принципе и от нута, и от гороха, но я никого не собираюсь переубеждать. Нет в этом смысла, это только лишь мой выбор. Но тем не менее, изучив экономику, для меня лично, на моём опыте, данная культура выглядит более экономически рентабельной. Тут есть много факторов. Это уменьшенная норма высева. Собственно говоря, у нас себестоимость семян намного меньше получается, если брать высокие репродукции, воспользоваться субсидиями, которые у нас предоставляет государство. А это порядка 30% от стоимости семян именно на чечевицу. По засухоустойчивости, да, наверняка есть. Вот из анут много говорили, засухоустойчивые сорта и горох наверняка есть. Ну, наверное, тут не столь преимущество. Можно подобрать для себя интересный сорт. По технологии выращивания, вы знаете, вот, честно говоря, сейчас подняли вопрос по поводу протравливания семян. До этого года мы ни разу не протравливали семена ни от вредителей, ни от болезней, ни стимуляторами роста. И мы ни разу не работали по вегетации, а также по вредителям и по болезням, потому что, ну, их не было. Да, мы прислушаемся, семена действительно, наверное, протравим, потому что риски достаточно большие. И особенно учитывая то, что мы её выращиваем в первую очередь на семена. И я думаю, что это обязательно. Ну, по сегодняшний день этой задачи не было. По реализации, я думаю, что Любовь Дмитриевна, возможно, расскажет и коснётся этой темы. Для меня, наверное, было два страха, когда мы начали заниматься этой культурой. Первый страх — это отсутствие понимания вообще, что с ней делать. А второй страх — это куда её продавать. Но оба страха были развеяны. Основной мой вопрос — это экономика выращивания. Но нельзя считать экономику, не вникнув в процесс и во все бизнес-процессы. Что мы делаем? По сегодняшний день мы чечевицу выращивали непосредственно после вспашки поля. Но, возможно, этот момент уйдёт. Почему? Ну, потому что, так как начали продавать семена и достаточно сильно уже расширили круг наших партнёров. И многие коллеги выращивают её по нулевой технологии. По нулевой технологии не то, чтобы нет возможности, просто это не совсем наше. Мы будем дисковать. И в этом году заложили опыт 50 на 50. 50% как обычно Паша, 50% первая дисковка глубокая, вторая уже, собственно говоря, процентов на глубину 5-10 сантиметров. И потом останется только лишь культивация. Но, тем не менее, на сегодняшний день это вспашка, культивация, предпосевная культивация, сев, химпрополка, листовые подкормки и уборка. Из чего состоит, собственно говоря, из чего в основном состоят наши затраты на выращивание данной культуры. По культивации мы стараемся предпосевную культивацию проводить непосредственно перед севом. Вплоть до того, что идёт культиватор, следом идёт сейлка, чтобы минимизировать количество схожих сорняков. Так как уже не раз поднимали этот вопрос, кто-то увеличивает глубину заделки семян до 8 сантиметров. И, собственно говоря, потом дожидается всходов сорной растительности, работает с глифосатами. Такого опыта у меня не было. Поэтому мой опыт всё же – это ранняя культивация совместная с посевом. И далее мы работаем непосредственно, я вернусь к этому вопросу, но мы работаем гербицидом по вегетации преимущественно. И да, они не зарегистрированы. Есть только один зарегистрированный гербицид. Об этом тоже уже сегодня упоминали. Сеем мы данную культуру обычными зерновыми сейлками. Первый вариант представлены. Не знаю, видео работает или нет, здесь сейчас нанесу. Одна сейлка – это посевной комплекс джундир пневматический. Вторая сейлка – это обычная СЗ-шка 5,4. Междурядие у джундира 18,5 сантиметров, у СЗ-шки 15, если не ошибаюсь. По глубине заделки 3-4 сантиметра. По срокам мы смотрим на прогретую почву, когда она прогреется от 4 и выше градусов, собственно говоря, мы начинаем посев чечевиц. Единственное, на что обращаем внимание, заморозки. Данная культура боится заморозков ниже минус 5 градусов. Поэтому хотя бы на недельку прогноз погоды надо долго срок посмотреть. По химпрополке, о чём говорили. Да, появился зарегистрированный гербицид, это миура, это август, но есть одно большое «но». Он только по злаковым сорнякам. Двудольный он не возьмёт. Поэтому, к сожалению, с появлением системы Сатурн, если мы работаем другими гербицидами, то мы берём на себя риск. А если мы берём риски, то на протяжении уже нескольких лет проверены были несколько гербицидов. Но я вам скажу так, наверное, серп больше всего. И ранее это был пивот, который был более нам доступен. Но после спецоперации его цена выросла в 2-3 раза. И мы больше начали приглядываться к серпу. Также в прошлом году мы закладывали опыты гербицидам от Щёлкова, Агрохим, Гермес. И Евролайтингом, это дженерик от Агролайт, Листера. Я вам скажу так, после действия именно на культуре мы разницы не увидели между этими тремя гербицидами. По поводу последействия на будущей культуре, то есть мы сейм после чечевица пшеницу, за 3 года выращивания мы тоже не видели, но может быть нам повезло с осадками. Он действительно промывался. Вот эти гербициды, я не могу их рекомендовать, потому что они не зарегистрированы. Ну, многие, кто уже выращивал или читали, смотрели, наверняка знают, что ими можно работать. А сразу можно в дозировке. В дозировке, вот каждый из этих гербицидов применялся в дозировке 0,6 литра на гектар. Пожалуйста. По листовым подкормкам, по стимуляторам роста мы также закладывали в этом году несколько опытов. Я вам скажу так, по поводу протравки семян. Инокулянтов, как я понял, на чечевицу нет на сегодняшний день. Может быть, я ошибаюсь, но то, что успел изучить. Тем не менее, мы пробовали применять инокулянты, которые были зарегистрированы для гороха, разницы не увидели. По поводу стимуляторов роста. Было несколько фирм, я не знаю, видно, нет, может быть, мелко. Они здесь представлены. Ну, в основном, наверное, те, которые на слуху. Вот сегодня мы говорили за Экобау, полидон, также в Зернограде, я думаю, известна фамилия Должков Дмитрий. Он дистрибьютор препаратов Гринлифт Азот и Здоровья Земли. Я вам скажу так, по протравке разницы не увидел. А вот работа по вегетации, это было две обработки. Причём схемы у всех были совершенно разные. Но тут мы предоставили право производителям предоставить ту схему, которую они видят и которая им, кажется, должна сработать. Мы туда вообще не вникали. Мы им предоставили 20 гектар земли, вот каждый опыт. И просто работали. Для себя лично, я вам скажу, они все работают. Но в моём хозяйстве я увидел, что лучше всего сработала схема с полидоном. Прибавка в урожайности составила 2 центнера. 2 центнера на чечевице по ценам 2023 года, на секундочку, это в районе 9000 рублей. Стоимость данной схемы – это 1100 рублей. Понятно, плюс затраты на топливо, заработная плата. Это две всё-таки обработки листовые. Первую обработку мы совмещаем с гербицидом. А вторая обработка – это уже непосредственно в начале цветения. По уборке. За три года наблюдений, и эти три года, они были совершенно разные. 2021 год сложился достаточно благоприятно, но это был первый год, когда мы начали заниматься данной культурой. И да, набили шишки, было много ошибок, которые мы далее старались исправить. Мы затянули со сроками уборки, мы кинулись убирать в первую очередь пшеницу, а чечевицу оставили на потом. И из-за осыпания мы потеряли, я вам скажу, где-то центнера три, наверное, в поле. Убираем мы обычными зерновыми жатками на сегодняшний день. Флекс-жатки – это классно, но у них у всех они есть. Знаю, что была такая практика, убирали на свал некоторые хозяйства, но не сильно она пользуется популярностью. По, опять же, годам разные. В 2022 год, например, мы уже, так как набили ошибки, убирали данную культуру совместно с пшеницей. Июнь месяц был достаточно засушливый, земля была сухая, и жатки у нас практически брили землю. И я вам скажу так, что земли практически не было, они не забивались. А вот в 2023 году мы намучились. В 2023 году был дождь день через день. Жатки также ползли по земле, но основная проблема была, с которой мы столкнулись, в том, что почва была достаточно влажная, и земля просто налипала снизу на жатку. И достаточно большие потери были связаны с тем, что затянули сроки уборки. Не потому, что мы так хотели, или это как-то связано было с технологическим процессом, потому что погода так повлияла. В 2023 году мы собрали урожайность. Для нашего хозяйства это была рекордная урожайность. Глядя на культуру, конечно, были мысли, что мы сейчас побьем рекорд ее зарегистрированной урожайности в период вегетации, зарегистрированная 27,2 сантиметра. Погода сыграла с нами злую шутку. Это был первый дождь 2 июня, 50 миллиметров за 5 минут, который ее приложил к земле. И второй момент — это непосредственно день через день дожди в уборочную среду. Но, тем не менее, мы собрали 22,5 сантиметра. И я считаю, что для данной культуры это обалденный результат. И так как основной мой вопрос — это все-таки экономика, скорее всего, у всех она будет разная. Но я хотел ее представить на примере своего хозяйства и постараться максимально подробно расписать. У нас у всех есть прямые затраты, которые наверняка будут плюс-минус у всех одинаковые. Потому что семена мы берем в одном месте, есть рынок, он сложился. Удобрения. Тоже рыночная цена. Гербицид. Мы работали серпом. 0,6 литра — это 780 рублей, собственно, гибриджи на гектар. Листовые подкормки. Мы работали с Полидоном, и на базе я не в той организации работаю. Но если без субсидий, прибавьте сюда 3 тысячи рублей. По поводу прочих затрат, которые многие не считают, иногда мы их считаем ошибочными, но, тем не менее, они есть, и их тоже не стоит игнорировать. Амортизация. Данная статья затрат у меня не столь велика, но она связана лишь с тем, что в основном техника, которая работает, это техника, которая была куплена 10 лет назад. По использованию земли. Что я имел в виду под этим пунктом? 50% земли у нас по его использованию — это выплаты пайщикам. Заработная плата. У всех она тоже разная. Поэтому тут каждый сможет сам посчитать свою экономику. Запасная часть и общий хозяйственный расход. Всего затрат на 1 гектар на примере нашего хозяйства получилось 34 920 рублей. В этом году, повторюсь, урожайность 22,5 центнера. Средняя цена реализации. Наше хозяйство находится в Печеноковском районе Ростовской области. С места цена реализации средняя сложилась в 46 тысяч рублей. Зато у нас место с НДС. Развек цен был такой. В уборочную среду предлагали закупщики 37-38. Где-то через месяц цена поднялась уже до 48. Пиковая цена была. Это наши партнеры с севера Ростовской области. Зверевость, не ошибаюсь. Они продали свои 350 тонн по 55 рублей с места с НДС. Причем несортированные чечевицы. У них ссора было 5%. Но, скорее всего, здесь просто горел контракт какой-то. Надо было закрывать потребности. Но, тем не менее, средняя цена сложилась в 46 тысяч с НДС. При урожайности 22,5 центнера это 105 тысячи 500 рублей с НДС с гектара. Чистая прибыль 68-580. В моем хозяйстве это самая рентабельная культура. По солнечнику чистая прибыль с гектара в этом году у нас получилась 22 тысячи рублей. При урожайности 24 центнера он у нас сгорел. И, честно говоря, у нас были огромнейшие затраты на удобрения. Мы делали большие ставки, мы вносили на воск и рейлис. Мы давали много минеральных удобрений. Мы делали две обработки непосредственно листовые подкормки. Ну и вот с той экономикой, собственно говоря, чечевица получилась в 2,5 раза рентабельнее, чем по солнечнику. Так это еще и обалденный предшественник. Коллеги, у меня все. Если есть вопросы, готовы. Мало кто так скоккулезно анализирует свой бизнес и вот эти вот выплатки, они прям такие вдохновляем. Здорово. Друзья, какие вопросы, Артем Александрович? Пожалуйста. Подскажите, как зеленая чечевица сталкивались по этой стойке? По зеленой чечевице. Я очень хочу заняться данной культурой. На ней экономика еще интереснее. Мы это все прекрасно пронаблюдали в этом году. В прошлом году она не так была заметна. Но хотя тоже разницы в цене было. Вы знаете, вот честно говоря, основная проблема. Я пока что не смог найти районированные семена с документами по ЮФО. Но все равно мы ручки не складываем и просто пробуем. Пробуем на сегодняшний день выращивать сорты кермет. По-моему, это канадская селекция. Это тоже мелкосемянная чечевица. 2023 год был пробный. Много ошибок было. Но мы попробуем еще. Мы оставили семена. Будем размножать их. Гектар на 50, наверное. Я думаю, что получится. Мелкосемянная получится. За крупносемянную переживаю именно в условиях Печенокопского района. У нас достаточно зон рискованного семей. Вы знаете, каждый сорт будет отличен друг от друга, естественно. Но если мы будем брать, это мое мнение, зеленую мелкосемянную и красную мелкосемянную, то они будут, скорее всего, похожи. И, по крайней мере, то, что я видел в первый год выращивания зеленой сорт кермит и красной, янской красной зерны, на первых этапах визуально они ничем не уступали друг другу. По идее, урожайность будет такая же. Но цена реализации, вы видели, 80-90 рублей за тонну с места. Это реально. Здесь у нас на 20-20, а урожайность будет рекордный урожай? Для нашего хозяйства это рекордный урожай. Но я вам скажу, так как много с кем общаемся, в 2023 году именно сорт Донская краснозерная, мы второй год сотрудничаем с ЛНР, 26 центнеров. И город Волгодонск, что для меня было удивлением, это мой товарищ, он работает по нулевой технологии. По нулевой технологии он начал уборку, у него была урожайность 25 с копеечкой центнеров, потом прошел град. Средняя урожайность по хозяйству 23,5. По нулю 80 килограмм дома высева, сеял без удобрения. Может повезло? Не было опыта со Ставропольским краем? А уникального опыта? Со Ставропольским краем есть опыт. Ну, Ставропольский край это достаточно тоже большой регион, и климатические условия могут разниться. Например, был один из фермеров, если обернул, выручит. Василий Федорович, вы не помните район? Как? Предгорный район. Предгорный район. Он присылал мне фотографии, как развивается данный вид чечевицы, данный сорт чечевицы, семена, которые он купил у нас. Вы знаете, я ему завидовал, но не по-злому, нет. И смотрел на свою думу, а что не так? У них переизбыток влаги. Переизбыток влаги до определенного периода времени я думал, что они сделают рекорд. Но когда они собрали урожай 13 центнеров, она задохнулась. Предгорный район самый важный район? У них стояла вода, он мне присылал просто лужа на полях. Она задохнулась. Вегетативная масса обалденная, но богов там особо не было. Но в среднем по Ставропольскому краю то, что я слышал, от коллег. Я вам скажу так, разбежка от 17 до 22 центнеров по этому году. Самая худшая урожайность в моем хозяйстве была в 22 году. Тут было две причины. Первая. Чечевица, именно Донская Красноземная, за другие не будут говорить, она теплолюбивая культура. И первая. Это май месяц, когда была активная, должна была быть активная вегетация, она практически не вегетировала, потому что было холодно, температуры повышались до 17 градусов в пиковых периодах. В июне, когда началась активная вегетация, не было осадков. Она сформировала три завязи, две из них были полностью выполнены, в этом году девять. И вот эти две завязи дали 15 центнеров. Для сравнения, 22 год, когда средняя урожайность у нас по району гороха в хороший год 40 центнеров, а чечевица, я скажу, что 23 год хорошая, несмотря на погодные катаклизмы, 22 с половиной центнера, то в 22 году, годом ранее, горох провалился с 40 до 20, а чечевица с 20 до 15. Поэтому, я считаю, что достаточно интересная культура для нашего региона. Спасибо. На сегодняшний день в биллионах у меня масса 1030 грамм. Поправьте, если ошибаюсь, 3 миллиона 100 килограмм. Я планирую сведеть 80, это 2 400. Нет вопроса больше. Спасибо, Артем Александрович. Спасибо, очень интересно. Спасибо, Артем Александрович. Спасибо, Артем Александрович. Субтитры сделал DimaTorzok